наконец-то вырвались всех приветствую ваш работой работой заезжали мы в омск на таможню ставили транзитную отметку так где-то наверно три часа у нас три часа на это ушло и все сейчас мы поехали выехали из омска вот по черлакскому тракту сторону человека в сторону павлодара казахстана будем переходить границу и там уже где-то где-то будем ночевать уже в казахстане завтра уже доедем кстати отметочки выглядят вот так вот у нас вот тут маршрут прописан был что надо в омск заезжать так и что у нас тут если честно я здесь вообще еще ни разу и не ездил блины все надо узнавать все надо узнавать как заново заезжать как что я один раз заезжал пересекал границу но дважды заходил казахстан и выходил с него то сейчас все поменяла сейчас по загранпаспорту и что там как там немножко подзабыл и заходила со стороны троицка ну что погнали посмотрим что там будет интересно всем приятного просмотра на вторую полку сзади фуры а за фурой сзади сзади подъезжайте подъезжайте сидите в машине пока вам досмотрится не скажут ахаха хорошо хорошо подъезжайте Ну, все, благополучно перешел границу. Едем, вот, топливо экономим. Да нет, тут просто такие порядки. Сейчас надо доехать, купить местную симку, чтобы был интернет. Поменять. Тут обменника такого нету. Ну, вот, что-то вот такое вот поменял. Пока, короче, 3000 у меня. А, нет. Ну, да, 3000 тенге, 3000 с половиной. Сдачу он мне со страховки дал. Рублями расплачивался. Тем временем уже стемнело, короче, пока... Пока что-то нашел, сделал, пока покушал. Короче, темно стало. Ехал сейчас. КамАЗ стоял без габаритов, без ничего, прям на полосе. Блин, вот так вот отвлечешься. А вот впереди, короче, гаишники. Вот они тут любят кататься, короче, радарами стреления. Ну, а что ты хотел, блядь? Блядь, еще и не нравится, что я моргаю. Творина, блядь. Хоть фары бы выключил, вот действительно. Ну, что за, блядь, сотрудник стоишь с этой, блядь, гирляндой, и еще и с фарами включенными. Обезьянов, блядь. Всем добрейшего утра. Едем дальше. Вот такую вот фигню заметил, стоит вот, вдоль дороги. Это по ходу ветру лавы, как-то. Ну, зимой вот снег медет, перемет. Наверное, я не знаю. Тогда место нам осталось еще 450 километров. Ну, сегодня к вечеру будем жарить уже понемножку. Тридцаточка. Кондиционер. И горит вон на полную. Лишь бы не перемерз. Все как обычно, мчим. Кстати, да, стоянок нету тут. Туалеты тоже. Короче, туалеты вот такие вот, как площадки. И на остановках туалета. Ну, чисто там все культурно. Вот на таком кармашке я сам ночевал сегодня. Ни стоянок есть, ни заправки, ни кафе. Где примкнуться, где бы что встать. Павлодар прошел. Ну, можно было там, да, где-то на обочине как-то. Я все рассчитывал где-нибудь. Думаю, сейчас какое-нибудь кафе примкнусь, а. А тут вот так вот. Степь, да степь. Кругом. Короче. Короче, так вот. И так мы заехали с семей. Такой вот мост у нас. Прикольно. Это аквапарк, походу. Ага. Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Надо перестраиваться. Что тут? Какой ужас. Какое безобразие. Интересно. Мост вообще первый раз такой вид. Очень-очень интересно. Через полтора километра. Круговое движение. Четвертый съезд. А, меня кто-нибудь пропустит? Нет? Должен же кто-то пропустить. Пустите, пожалуйста. Да, очень неоригинальный мост. Очень оригинальный. Интересный прям. Вот такая вот мечеть. Интересно. Устроится еще только. Четвертый съезд. Где он четвертый? Четвертый съезд. Тишевый. Так, это тоже съезд был. Я так предполагаю, вот этот сейчас на ваш бушке. Аскемен. Точно. Вот нам на Аскемен надо. Прямо четыре километра. Мы движемся дальше. Прямо четыре километра. Это выделенка, что ли? Автобус. Чего-то непонятно. Ничего не нарисовано. Не написано. Вот. Прикольно. Вообще прикольные камни. Горки вон впереди тоже виднеются. Мы идем на спуск. Дофига вот по всей стороне нет. Такая вот картина с камней. И не души, бля. Ну все, я на таможне, на СВХ один остался. Короче, блин, сегодня открывал бок. Все, короче, у меня половину выгрузили. И говорит, выгружать мы не здесь будем, не на складе. Тут вот мне пельмени будут готовиться. Тут, ну, жарко, потому что в кабине помылся я. Кстати, как-нибудь я покажу и в веках, кстати, классно. Вот тут вот облицовку поднимаешь, ставишь канистру. Ну, потому что, ну, блин, целый день жара. Вот сюда канистру ставишь, вот когда облицовка так поднята, канистру наверх ставишь и под ней можно помыться. Я рассыплялся в магазин ездил, то есть, чтобы тут не палиться. Я вот так вот за прицепом там встал, помылся спокойно, потому что жарко было сегодня целый день. Еще плюс эту штору разбирал. Встаю, жду завтра, что будет. И варю пельмени. Как-то вот так вот все это делал. Беспорядок, непорядок. Так, огонь зажег. Вот так вот выглядит она, вся эта жизнь. Если кто хочет пробовать начинать, а стоит ли оно, нет того. Ну вот, наконец-то дождался я выгрузку. Все это будет вот так вот выглядеть. Так, еще стойки надо будет убирать. Или надо будет? Пошла выгрузка. Оп. Вот это вот погрузчик. Такое я первый раз вижу. Резина у него огонь, бля. Мощная. Половинница, крутится вон там. О, бля. Половинница, крутится вон там. Волвая техника. Выгружаемся, выгружаемся. Самое интересное начинается. Бежим дальше, бля. Что-то пошло не так. Ну, давай, 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 давай. Ого, как выгибается. Ну вот. Это Зил. Манипулятор китайский. Сам Зил. А движок, движок, слышите, чей? КамАЗ, вот те Зил. Протягивали вперед. Потихоньку, говорит. Тут вот немножко не информативная педаль газа. Коробка-то у нас автомат. Потихоньку не получалось. Короче, есть. Тут у них манипулятор. Все за раз могли бы взять. Но, как обычно, на предприятиях никто ни с кем не дружит. Ждем отмашку назад. Становиться надо будет. Ну все, настал час икс. Брать. Ремни у меня остались. Это хорошо. Короче, вот эту груду, груду, бля, железо надо будет, вот, чтоб превратилось, как вот это вот все. Все, это вот это все сейчас надо будет собирать. И все, и можно будет никуда не ехать. Потому что устанешь, бля. Вот такой вот фитнес-центр, бля, предприятие подогнало. Ну и что, погнали собирать. Бля, тут есть все. Чтобы разреветься и напиться, бля. Я еще КамАЗ проехал, бля. До сих пор вон пыль стоит, бля. Еба. Кстати, пока небольшой перекурчик. Решил вот ремешки свои смотать. Ну, думал, с Канады. Посмотрите, какая херня подъемка. Чего? Мады инчиноп, бля. Короче. Ну, вот так вот выглядит полчаса. Пот, слез, страдания. О, короче, мы это сделали. Еще, еще бог остался. Спасибо организации, конечно, за, за такой удивительный, подаренный шанс. Я бы так никогда, наверное, ни в спортзал не попал, никуда. Тут свой спортзал на колесах. Спасибо огромное. Ой, сейчас дальше надо собираться. Что-то еще хотел сказать, но не буду, наверное. Ну, так, все собрал. Все собрано. Так, все красиво. Сейчас надо отмашку подождать, чтобы растрогиваться. И погнали. Кстати, за это дело 800 рублей платит. А, забок. Блин, сегодня за перекресток тут тормознули. Короче, говорит, бэн, ты не сможешь. Я с центра перекрестка начал поворачивать. Мне, получается, надо было налево. А там перекресток, вот как-то дорогу вот так вот я, то есть, ну, я выехал, блин. Но спорить не стал. У меня сопровождающий там, короче, договорился, 2,400, а, или 2,5, он сказал, российских рублей, договорился он. Ну, мы оба поворачивали, вот за это нас тормознули. Обалдеть. Ну, все, таможня дала добро. Двигаем в сторону дома. А, ну, не в сторону дома, в сторону Омст поедем. Обалдеть тут стройка, конечно, идет. Нет, это и не ихняя. А, хотя нет, уже ихняя. Да, такие здания. Когда-то это все при Советском Союзе, наверное, действовало, блин. Кипец. О, сколько пыли, кошмар. Пылюку на повороте создали, бля. А, блядь, тут этот провод чуть-чуть не заметил, было. Провода я этого. Оп. Все, поехали. Все, выехали мы из Аскемена, Хускеменогорска. Кстати, вот, когда выезжаешь, вот там вот впереди садничек. Но там знаки стоят грузовым, остановиться нельзя. Запрещено грузовым здесь останавливаться. С копьем на лошади. Видите, что у него там. Вот такой вот монумент. Вот и знак. Подверх. Посмотрите, какой удивительный вид открывается. Обалдеть. Подверх. 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 он машинку видать не навернуться красиво не правда ли всем спасибо за просмотр данного ролика я вам еще немножко поснимаю сейчас там покажу какой вид правда все исписали там я съехал с дороги и вот он вид какой ну ну что ты как вот с живот вот солнце все перекрывает красота